В 16 лет Татьяна вышла замуж. Она бежала от проблемы нищеты своей семьи в объятия мужа-бизнесмена. И ей повезло. Муж был богат и щедр. В первое время молодожены жили душа в душу. От дорогих подарков у Чубаровой кружилась голова. Но спустя пару лет голова стала кружиться по другим поводам. Татьяна вкусила самую секретную страсть состоятельного мужа – мордобой. Любит их зубов, у синяков. На Рублевке, наверное, больше, чем в простых домах. Не потому, что квасит, не потому, что синявки, не потому, что нет других ценностей. От осознания того, что сейчас, в эту секунду, тебя не услышали. Если есть денежка в ладошки, конечно, мы побежим себя счастливее. Колоть, ширять, мять, растягивать, стягивать, урезать, ушивать. Ну и укол в лицо. Естественно, у всех богатых отличает безукоризно сделанный укол. Эта история типична для Рублевки. Влиятельный мужчина при разводе забирает ребенка у матери. Неужели детям лучше жить с богатым папой? Вот как объясняет этот феномен психолог Наталья Толстая. Послушайте, если вот мужчина раньше сильно-сильно любил женщину, а она совершила какой-то косяк, типа художественного совокупления с тренером, то тут он будет мстить страшно. Он наимет трех магистров, французов, там, какого-нибудь, понимаешь, что это... Ребенок будет обстиран, накормлен, трусики все будут лежать по ячеечкам, Он отправит ее в Лондон, он будет знать два языка. Сейчас у нее будут ухоженные волосы, потому что она будет обслуживаться в хорошем салоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова